Книга открытым оком, тема объединения, том 17 вопрос 3135. В чем же смысл соединения? Кому оно более нужно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. То только по Библии мы можем быть едины. Римлянам 12.16. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. 2 Коринфянам 13.11. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. 2 Коринфянам 13.11. Святой Иоанн в 1938 году видел большие возможности для миссионерства в нашем рассеянии. Архиепископ Аверкий же говорил о необходимости прежде всего внутреннего миссионерства. Когда появилась возможность ехать туда и свободно там работать на благо церкви и народа, то так поступили считанные единицы. В тысячу раз больше людей переместилось из России на запад. Трудности руководства Московской Патриархии по успокоению жизни своего лондонского прихода по кончине митрополита Антония Сурожского являются наглядной иллюстрацией. Нежелательно ни нам, ни Российской Церкви умножать такие случаи. Наши наставники ценили Богом данную возможность изжить те черты церковной жизни до революционного синодального периода, которые не могли не выглядеть жалко и комично в условиях эмиграции. Всякую помпезность в богослужебном обиходе, в отношениях духовенства и мирян с архипастырями пришлось отложить. Строгий тон монастырей зарубежья, в особенности Свято-Троицкого монастыря и семинарий под водительством архиепископа Виталия Максименко, отражался на характере приходской жизни через молодых пастырей. Говоря о хранении веры и жизни православной в ее проявлениях, наши руководители имели в виду держание того уклада церковной жизни, который выковало покаянное осознание тех, кто оплакивал ушедшую родину на реках Вавилонских. Мы ищем свидетельства православных богомольцев и духовенства российского о том, что у нас архиерея гораздо более доступна, чем российский, и наша епархиальная и приходская жизнь гораздо ближе к понятию «соборная», чем в России. Это происходит от того, что зарубежная церковь, несмотря на всяческие искушения и допущенные ошибки, не потеряла ориентира на Всероссийский собор 1917-1918 годов и его указания об устроении церковной жизни. Мы храним уставы не как мертвую букву, но стараемся жить по ним. Как секретарю епархиального совета Австралийско-Новозеландской епархии, мне посчастливилось принимать участие с 1992 года в процессе упорядочивания имущественной регистрации нашей епархии через акт парламента. Беречь и дорожить церковным единством, чувствуя себя частью живой Вселенской Церкви Христовой и достойно нести в ней знамя Русской Церкви. Избегать, где можно самоизоляции, ибо дух церкви объединяющий, а не разделяющий. Не искать еретиков там, где их может быть и нет, боясь всякого преувеличения в этом направлении. Архипастыри решали трудные вопросы именно по свято-отеческой триединой формуле – каноны, Евангелие, Любовь. Эмиграция не была однородна. Она отражала в меньшем масштабе все то, что существовало в жизни дореволюционной России. Все каноны содержатся в Евангелии, и все Евангелие в одном слове – Любовь. 1 Коринфянам 11.19 Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. С патриаршами лучше не знаться, они тут же тебя оплюют. 3 Ездры 16.70 Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они по смеянию, по ношению и по пранию. Сирахова 25.1.2 «Тремя я украсилась и стала прекрасную пред Господом и людьми. Это единомыслие между братьями и любовь между ближними, и жена, и муж, согласно живущие между собою». 4.1.2 Заботиться о том, что под рукой, исследовать, трудиться и творить, мучительно терзаться, потерять покой, чтоб обеспечить намогильный грипп? 5.1.2 Мы знаем только редких имена, а рядом с ними сонны безымянных, дела безбожных будут обвинять, многоречивые там будут только мяблить. 6.1.2 Что пользы от того, что ты Сократ, по мудрости превыше Соломона, но по Евангелию ты проиграл сто крат, непроходимость по святым канонам. 6.1.2 Да будет свет! 7.2.3 То о душе моей согласен ли расстаться с мраком ночи? 8.2.3 В день первый, в день шестой творится в ней, ее украсить, вот о чем хлопочем. 9.3.3 Прообразует видимая тварь, зверье, морские чурища и птицу. Сады, поля, дожди и просто хмарь в душе моей мучительно творится. Я как создатель, соработник Бога, в шесть полновесных дней обязан сотворить, преобразить, переродить так много, но лишь уразумел, глядишь, и стал старик. Быть плодоносным деревом, кустом, дожди спрашивая, наливаясь соком, из дерева мог домом стать мостом. Быть не корягой, а сосной высокой. Голодных столько на моем пути, больных, осиротевших и ничейных. Лекарством к прокаженному пройти, кому-то на растопку в радость щепкой. Заботы мелкие, но от меня зависит. Христовым именем творить, не захлебнуться. Быть в литургии виноградной кистью. Илеем стать свидетелем Иисуса. 7 августа 2006 год. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok